Я решила перейти стримить на Twitch. Там мы будем смотреть видосы, на которые я обычно делаю реакции, аниме, общаться с вами, играть в онлайн и не только игры. Поэтому, если хотите поддержать меня на Twitch, при том, что там канал особо не развит, то переходите по ссылке в описании и подписывайтесь. По поводу расписания стримов я пока что не знаю, но во вторник будет стрим, поэтому приходите. А еще я буду на стримфесте 17-18 июля. Кто не знает, это фестиваль стримеров, на котором мы с вами могли бы встретиться. Он будет проходить в Москве, в Сколково. Там мы сможем с вами пообщаться, пообниматься, ну и кроме того, там будут еще другие разные стримеры с Twitch'а и YouTube'а. Поэтому, если у вас есть возможность и здоровье позволяет, то приходите, буду вас ждать. Всем привет, с вами Юмилия. Я совершаю ошибку, потому что буду сейчас смотреть Ванзая на голодный относительно желудок. При том, что он будет показывать, как они будут делать огромный твикс, при том, что я сейчас не кушаю шоколадки, по крайней мере, очень сильно стараюсь. А тут будет вот такой вот соблазн в виде твикса. Еще там баунти, блин, люблю всякие вот эти вкусняшки, батончики, они, блин, дофига калорийные. Ладно, давайте смотреть. Всем привет, в видео с огромным баунти я спросил, какой батончик вы хотите, чтобы я увеличил? И большинство выбрало твикс. Ну что, давайте приготовим самый гигантский твикс. Но сначала давайте посмотрим, что там у него внутри. Открываем его. Кстати, у меня такой вопрос, а он раньше твикс не готовил, просто ощущение, будто делал? Не знаю, может быть, я путаю? Разрезаем и видим. Слой печенья, затем карамель и снаружи молочный шоколад. Да, шоколад. Вот теперь отправляемся в магазин. И первое, что нам нужно, это сгущенка. Точнее, нереально много сгущенки. Целых 215 банок. Жестко. Мы недавно, кстати, были в магазине, и там парень на кассе брал очень много продуктов. И сперва мы подумали, что, может быть, он занимается благотворительностью, а потом мне в голову пришла мысль, что, может быть, он снимает видосик по типу Ванзая. Ну, просто он брал очень много кетчупа, а мне кажется, что кетчуп и благотворительность, ну, он быстро может пропасть, если его не положить в холодильник. Да. Поэтому вот даже не знаю. И вот стало так интересно, но мы не решились подойти и спросить. Кто знает, может быть, он известный ютубер. Также берем очень много сахарной пудры. Шесть ящиков. Не, ну, с таким контентом, мне кажется, Ванзая уже прям подкачался. Столько всего таскает. Ее нужно 55 килограмм. 55! О, там мука прям просыпалась чуть-чуть. В каждой такой бутылке по 20 яиц. Что? Бутылок с яйцами? Я впервые такое слышу, честно. За свои 23 года я впервые слышу про бутылки с яйцами. Что вообще? Мой мир сегодня перевернулся. Это, то есть, яйца разбили, перемешали и туда залили? Офигеть! Это, то есть, можно не смешивать для омлета яйца, они там сразу смешаны уже. Ну и, конечно же, молочный шоколад. Офигеть! Шоколад! Все, с двумя полностью заполненными тележками отправляемся на кассу. Это мой рай. А это от для кассирши. Для начала приготовим печенье для Твикса. Берем 16 пачек маргарина. Также большую кастрюлю распечатываем маргарин. Кстати, я только обратила внимание на надпись на его кофте. Там, watch me on YouTube. То есть, по факту, он уже сразу избегает вопросов от людей о том, для чего ему столько нужно продуктов. Потому что я думаю, что его неоднократно об этом спрашивали. А теперь он ходит в магазин с такой кофтой, и человек, знающий английский, конечно же, сразу же поймет, что и к чему. Хотя, слово YouTube, мне кажется, любой человек поймет. И сбрасывает кастрюлю. Уже возникнет ассоциация. Мы заполнили ее до верха. Просто ставим все это на плиту и ждем, пока весь маргарин не растопится и станет жидким. Он такой оранжевый. Для того, чтобы замешать много теста, берем вот такой огромный тазик. Также нужно 30 килограмм муки. Ножницами открываем упаковки. Почему ножницами, а не вот эту штуку? Так, наверное, быстрее. И высыпаем всю муку. Эпично. Знаете, как будто он там какое-то зелье сейчас варить будет. Просто мука так вот подлетает. Раскопленный маргарин снимаем с плиты. И выливаем. У-у-у, как же это смачно выглядит. И теперь это мешать надо будет еще. Берем коробки с сахарной пудрой. А, ну не теперь, а попозже. Открываем их. Ну это жестко. Самое жесткое, мне кажется. И полторы коробки пудры отправляем в таз. И финальное, что осталось добавить, это 120 яиц. Ну или просто 6 бутылок с яйцами. Интересно, а что стоит дороже, яйца или эти бутылки? Офигеть. Нет, ну я впервые это вижу. Даже у Ванзая раньше такого не было. Прикольно. А чтоб все это хорошо перемешать, будем использовать вот такой строительный миксер. Ну мы с вами, в принципе, его уже видели. Ну своими руками это было бы максимально сложно замешать. Нереально, я бы даже сказала. Тесто очень густое, и руки устают держать миксер. Но тем не менее, все готово. Палочки твикс будем делать в вот таких железных формах. Но сначала внутрь наливаем немного масла. А потом бумагу, наверное, пергаментом. Хорошенько его размазываем по стенкам. И застилаем пергаментом. Ооо, мы с вами уже, ребята, прошарены. Не зря смотрим Ванзая. Ой, какая песня красивая. Реально красивая. Готово. Спускаем форму на пол. И прямо руками перекладываем тесто в форму. Интересно, сколько бы это было отдельных печенек? Ну и, конечно же, все выравниваем. Одну форму мы уже заполнили. Теперь нужно повторить все то же самое, только со второй. Это была только одна. Жестко. В чем-то такая съемка прикольная, что камера вот так вот пролетела. Надо вот ради интереса в магазине постараться найти вот эти яйца. Но я просто вообще ни разу не видела их. И в каком отделе они вообще выдаются. Готово. Найс. Ставим формы с тестом в нашу огромную печку. Это уже на улице, кстати, переход был прикольный. Закрываем дверцы. Как круто, что они всей семьей прям этим увлекаются. Наши печеньки будут готовиться всю ночь при 190 градусах. Ночью мы меняли формы местами. Потому что со стороны горелок все готовится быстрее. Логично. Как нам показалось на утро, все готово. Поэтому сверху прикладываем лист фанеры. И переворачиваем. Но тут случилось самое страшное. Нет, нет, нет. Только не говорите, что развалится. Оказывается, за всю ночь наше печенье вообще не пропеклось. Жесть. Мы, конечно, расстроились, но все переделали. И еще больше денег и времени потратили. И сил. Просто чисто за это человек уже заслуживает лайка. Да блин, он и так с самого начала заслуживает лайка. Поэтому зайдите к нему на видосик и поставьте. И на этот раз печенье выпекалось целый день и ночь. Мне кажется, не каждый так терпеливо мог бы все это делать. Естественно, за такое долгое время приготовления верхушка подгорела. Но это не страшно. С помощью ножей снимаем горелый слой. Довольно сильно, но... Все, печеньки зачищены. Открытая часть сверху, это будет дном твикса. Поэтому берем небольшую часть шоколада, которую мы выпекли. Небольшую, ага. Мне бы этого на всю жизнь хватило. Ну, ладно, на самом деле, наверное, на месяц. Ставим две миски. И теперь просто разбиваем шоколадки от стола. Ну да, я тут запнулась, я этого решу. Вы не услышите. А вот он сидит рядом и угорает. Как я невозмутимо взяла. И повторила фразу, с которой лоханулась. Ну, бывает. Что поделать? Раскрываем их и уже кубики пересыпаем в миску. Так, продолжаем, пока они не заполнятся с горкой. Ставим все это на паровую баню. Я вот сегодня рассчитала там калории. Подумала, что буду кушать под вечер, но теперь я хочу шоколад. И все мои планы будут просто... Когда шоколад начал растапливаться и уменьшаться в объеме, мы поняли, что этого не хватит. Поэтому берем еще партию шоколада. Еще шоколад. И наполняем им миску побольше. И тоже отправляем на паровую баню. Заносим формы в студию. Первая партия шоколада уже растопилась. Поэтому выливаем две миски сверху на печенье. И распределяем шоколад. Ого, он так это прям плавненько делает. Просто залипательно. Большую миску шоколада выливаем во вторую форму. И тоже распределяем. Спустя очень долгое время шоколад наконец-то застыл. Поэтому вверху кладем лист фанеры и переворачиваем печеньки для твикса. Главное, чтобы ничего там не тре... Снула. Найс. Снимаем наливший пергамент. В этот раз печеньки получились просто офигенными. Да. С помощью шпаклевки папа замазывает внутренние углы формы. Чтобы она стала более закругленной. Ооо. После чего застилаем все пергаментом. Переносим встучку. Шпаклевка то есть не застыла? Что-то я вот это вообще не поняла. И начинается следующий этап. Карамель для твикса. Для карамели нужна сахарная пудра. Дофига сахарной пудры. И просто нереальное количество сгущенки. Открываем упаковки. Вы знаете, как мама в детстве говорила, когда я ела всякие вкусняшки, а попа не слипнется? Вот тут вот точно слипнется. Достаем пять банок. Всего пять. И открываем их. А так можно было? Мы будем готовить на двух сковородках сразу. Поэтому открываем десять банок. Прям вот знаете, у меня не только слюнки текут, но я еще и что-то новое узнаю. Особенно в готовке. Переливаем сгущенку в сковородке. Не могу сказать, что я прям супер-супер сильно люблю сгущенку. Но когда ты видишь, как он аппетитно все это вот выливает, прям хочется ее попробовать. Добавляем по половнику сахарной пудры. Ощутить вкус на языке. И на среднем огне все это варим. До тех пор, пока не получится карамель бурого цвета. Ее мы отправляем в форму. Но она не прям такая текучая. И таких подходов нужно сделать просто нереально много. Мы варили карамель, а сгущенка заканчивалась очень медленно. В общем, суммарно, стоя плиты, мы варили карамель целых девять часов. Девять часов! Карамель пролежала всю ночь в морозилке. У них просто стальное терпение. Поэтому достаем ее. Вытаскиваем из формы. И выкладываем сверху на печенье. Ага. Снимаем с карамели весь прилипший пергамент. Теперь берем весь шоколад, который мы купили. И сверху обливать будут, да? И даже нашли черный шоколад после прошлых роликов. Ставим на стол здоровенную кастрюлю. И все шоколадки... Они так еще красиво разложили, прям встали. Ломаем прямо в нее. Вот сразу видим крутой подход. Готово. Теперь берем три миски поменьше. И наполняем их кубиками шоколада. Ставим растапливаться на паровую баню. Все, шоколад растопился и стал жидким. Стали, сделали. Прям красота. Поливаем им батончик сверху. Все это размазываем шпателем, чтобы слой шоколада получился ровным. Как же это просто офигительно выглядит. Вот прям помните, был прикол, если можно брать и обмазываться? Это про это. Это про это? Что я сказала? Ой, не слушайте меня. Просто наслаждайтесь любимым. Иди ты нафиг, я не буду это вырезать. Мы тебя слушаем. Как я туплю. Вот как можно устоять и после этого не скушать что-нибудь шоколадное? И наполняем миски шоколадами еще раз. И еще. Растапливаем. И пытаемся им заделать все неровности. Для финальной заливки мы добавляем масло. Стараются довести. А что, ну он более жидкий будет. И хорошенько его перемешиваем. Благодаря ему шоколад будет очень красиво глянцево растекаться. И так заливаем. О, да. Тоже проходимся шпателем. И ложкой делаем характерные бороздочки сверху. Вторую палочку твикс тоже поливаем. Так прям гармонично растекается. Делаем бороздочки. Когда шоколад застыл, наш гигантский батончик твикс готов. Так красиво прям выглядит. Весит он целых 220 килограмм. На его приготовление ушло целых 5 дней. И калорий в нем 1 миллион 78 тысяч. Чего? 1 миллион калорий? Это просто нереально много. Да. Давайте же наконец-то его разрежем. Да, офигища. Мне в день надо кушать. 1600, а тут миллион. Насколько человек этого хватило бы. Как красиво. Да, шоколада получилось маловато, но тем не менее на твикс похоже. Пробуем кусочек. Это очень вкусно и на твикс реально похоже. А если вы хотите, чтобы мы приготовили еще огромный батончик, то ставьте лайки. Да, а я уже поставила. Нужно набрать 350 тысяч лайков. Выбирайте в комментариях, что мы увеличим следующим. Скитлс, батончик Лайон или Натс. Я обожаю Скитлс, хочу Скитлс. Давайте проголосуем за Скитлс. Даже напишу в комментариях у него. Просто обожаю Скитлс, особенно кисленький. Как видите, комментарий мною написан. Если тоже хотите Скитлс, то можете его поддержать, чтобы Ванзай точно увидел. Или сами свои комментарии пишите про Скитлс. Блин, мне реально стало так интересно, как он его будет делать. Это же что-то прям необычное. Потому что остальные батончики, ну там такой же принцип. То есть там печенька, вот шоколад, Скитлс. Ну и хотя бы у меня так слюники сильно течь не будут, чтобы мне приходилось постоянно. О чем я вообще говорю? Но я знаю, что эту часть реакции мало кто досматривает. Поэтому в конце потупить можно. Не забывайте посмотреть про стримфест. Может быть у вас получится туда приехать. И приходите во вторник на стрим на Твиче. Если что, время я скажу в сообществе на Ютубе и в сторис в Инстаграме. Спасибо большое за просмотр. Если я сдержусь и все-таки не съем сегодня шоколадку, для меня это будет личный успех. Поэтому держите за меня кулачки. Приятного вам аппетита. Потому что вы по-любому сейчас пойдете кушать. Я поснимаю реакции и тоже что-нибудь перекушу. И всем пока! Субтитры сделал DimaTorzok Продолжение следует...